Карвалол для Киева и новый тренд в Европе. Чего ждать с избранием Трампа? До президентских выборов в США всех интересовали лишь два вопроса – кто победит, и если это будет не Дональд Трамп, пойдут ли американцы штурмовать Капитолий. Сейчас же, после победы Трампа, количество вопросов растет в геометрической прогрессии. В своих предвыборных заявлениях республиканец дал понять, что намерен внести существенные коррективы во внешнюю политику США, будь то конфликт в Украине, ситуация на Ближнем Востоке или отношения с европейскими союзниками. В общих чертах Трамп пообещал миру мир, а Америке – величие. Однако свои планы не конкретизировал. На этой почве информационное поле зарябило от всевозможных предположений, слухов и сплетен. Грядущие изменения чувствуют все, но каждый реагирует по-своему. В ЕС, например, так спешили поздравить Трампа, что устроили чемпионат по переобуванию в воздухе. Распрощаться со старой обувью пришлось и Киеву. А самые предусмотрительные в украинском истеблишменте побежали за корвалолом. В Москве с Трампом уже имели дело, характеризуют его как непредсказуемого политика, зависимого от групп влияния. Однако от диалога с ним российские власти не отказываются, в том числе в вопросе украинского конфликта. Сделка о мире. Что известно о планах Трампа по Украине. Во время избирательной кампании Трамп с легкостью раздавал обещания, в том числе касательно ситуации в Украине. Республиканец уверял, что может остановить украинский конфликт за 24 часа, найдя решение, которое устроит и Москву, и Киев. «Я хорошо знаю Зеленского. Я хорошо знаю Путина. Это будет легко», – бравировал Трамп. В конце октября газета Financial Times со ссылкой на источники из окружения Трампа сообщила, что республиканец в случае победы на выборах может инициировать новые Минские соглашения для урегулирования ситуации в Украине. Данные соглашения будут предусматривать ответственность для сторон, нарушивших прописанные договоренности. Сразу после выборов, выступая в своем поместье Мар-Алаго, Трамп выступил с обещанием остановить войны. «Я не собираюсь начинать войну. Я собираюсь остановить войны», – заявил политик, сделав акцент на том, что во время его пребывания на посту президента США войны не вели. По большому счету, со стороны Трампа до сих пор не прозвучало никаких подробностей того, каким образом он намерен содействовать урегулированию украинского конфликта. Молчание Трампа лишь подогревает интерес со стороны западных СМИ, которые без конца тиражируют сливы из анонимных источников. Дошло до того, что американское издание The Wall Street Journal опубликовало некий план завершения украинского конфликта, который якобы обсуждает команда Трампа. Он, в частности, предусматривает создание демилитаризованной зоны в 1,3 тысяч километров вдоль линии фронта и отказ Украины от вступления в НАТО в течение как минимум 20 лет. США со своей стороны не станут отправлять в Украину свои миротворческие силы, однако обязуются поставлять Киеву оружие с целью не допустить возобновления конфликта. На фоне слухов и домыслов внести ясность в планы Трампа решила пресс-секретарь его штаба Кэролайн Ливит. По ее словам, будущий хозяин Белого дома намерен усадить Россию и Украину за стол переговоров в первый же день работы на своем посту. Она также отметила, что Трамп пытается согласовать сделку о мире между сторонами конфликта. В целом, как и ее шеф, Ливит ничего конкретного не сказала. Между тем, телеканал CNN уже нашел рычаги давления на Киев, если тот откажется от сделки о мире. Речь идет о спутниковой системе Starlink, принадлежащей компании Илона Маска SpaceX. Как известно, ВСУ использует систему Starlink для связи на всей линии фронта. Без нее украинская армия не сможет координировать свои действия. Выводы CNN основаны на сообщении американского портала Exios, по информации которого между Трампом и Владимиром Зеленским состоялся телефонный разговор, участие в котором также принял Маск. Однако делать из этого заключение было бы преждевременным. К тому же, если верить Exios, то во время разговора Маск наоборот пообещал и дальше предоставлять Украине доступ к Starlink. К тому же нужно понимать, что Маск в первую очередь бизнесмен, а не миротворец, и для него Украина скорее интересна как испытательный полигон для тестирования и рекламы своих технологических новинок. Не обошли вниманием американские СМИ видеоролик сына Трампа, Дональда Трампа-младшего, опубликованный в соцсетях. Видео демонстрировало кадры встречи Трампа с Зеленским. Подпись к ролику гласила «Осталось 38 дней до того, как ты лишишься финансовой поддержки». Похоже, сын Трампа пока единственный, кто решил высказаться прямо. Однако вряд ли его мнение можно брать в расчет. Также широко обсуждалось решение Трампа не приглашать в свою администрацию экс-госсекретаря Майка Помпео, и из этого опять же сделали выводы. Дело в том, что Помпео за несколько дней до этого раскритиковал администрацию Джо Байдена за недостаточную и запоздалую помощь Киеву. Ранее Помпео также призывал ужесточить санкции против России, полностью снять ограничения на применение американского оружия в Украине и запустить программу «Ленд-Лиза» на 500 миллиардов долларов для поставок оружия Киеву. Поэтому решение оставить Помпео за бортом и СМИ, и многие эксперты интерпретировали как несогласие Трампа с позицией экс-госсекретаря в вопросе отношений с Россией и Украиной. А ведь до этого Помпео прочили пост главы Пентагона, один из ключевых в администрации будущего президента США, разговор которого не было. О чем могли поговорить Трамп и Путин? На минувшей неделе Трамп дал интервью телекомпании NBC. Речь зашла о дальнейшем диалоге с Россией и ее лидером Владимиром Путиным. По словам Трампа, он не разговаривал с Путиным после своей победы на нынешних выборах. В то же время он допустил такую возможность. «Я думаю, мы поговорим», — заявил он журналистам. Спустя несколько дней газета The Washington Post сообщила, что разговор между Трампом и Путиным состоялся и даже привела некоторые детали. Якобы во время беседы обсуждалась ситуация в Украине и безопасность на европейском континенте. Издание отмечало, что Трамп настроен продолжить диалог с Путиным с целью урегулирования украинского конфликта. Сведения о разговоре The Washington Post получила опять же из источников. Они сообщили изданию, что в Киеве о беседе Трампа и Путина были проинформированы и возражений по этому поводу не высказали. Якобы в Украине понимают, что Трамп планирует искать пути дипломатического урегулирования конфликта. Сообщение о разговоре Трампа и Путина вызвало немалый резонанс, учитывая отсутствие контактов на высшем уровне между Москвой и Вашингтоном с февраля 2022 года. При этом все понимают, что разрешить разногласия, способные вылиться в Третью мировую войну, без диалога и прямых контактов между лидерами государств невозможно. Однако информация The Washington Post оказалась очередной уткой. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что разговора не было. Это полностью не соответствует действительности. Это чистая выдумка, сказал Песков. Публикацию The Washington Post он назвал наглядным примером качества той информации, которая публикуется в, казалось бы, уважаемых изданиях. Высказался и представитель МИД Украины Георгий Тихий. Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о предполагаемом звонке, являются ложными. Соответственно, Украина не могла поддержать звонок или выступить против него, заявил дипломат. Путин не ест людей. Готова ли Москва к диалогу? В Москве со своей стороны к диалогу с Трампом открыты. По словам российского президента, Кремль готов работать с любым лидером США и российской стороне, незазорно самостоятельно позвонить Трампу. Путин считает, что заявления Трампа о необходимости завершить конфликт в Украине и восстановить отношения с Россией заслуживают внимания. Однако иллюзий по этому поводу Москва не строит. Там понимают, что любой избранный президент США будет ограничен в своих действиях так называемыми группами влияния или кредиторами. По словам Путина, несмотря на миролюбивые заявления, Трамп связан определенными обязательствами. Он так или иначе связан с теми людьми, которые способствовали его приходу во власть, приводит слова российского лидера ТАСС. Поэтому, считает Путин, избранному лидеру США очень важно наладить контакт не только с этими группами влияния, так называемым глубинным государством, но и с населением, с народом, избирателями. И это очень сложный процесс. Мне когда-то Жак Ширак говорил, о какой демократии мы там в Штатах говорим, какая демократия. Там без миллиарда, если у тебя миллиарда долларов в кармане нет, даже думать не нужно о каком-то участии в выборах. Те, кто дают эти миллиарды, они же участвуют одновременно и в формировании будущей команды. А если они кого-то делегируют, они имеют возможность влиять на людей, которых они делегировали в эту команду. Рассказал Путин. О готовности Москвы к диалогу с Трампом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Правда, он отметил, что конкретики по беседе пока нет. Мы с вами слышали в ходе предвыборной кампании заявление Трампа о том, что он имеет в виду сам позвонить Путину. Поэтому эта готовность, эта открытость к диалогу сохраняется. И вчера она была акцентирована главой российского государства. Какой-то конкретики в настоящий момент нет, сказал Песков. Слова Трампа и возможности завершить украинский конфликт за одну ночь Песков назвал преувеличением. Определенно нет ничего, что могло бы решить эту проблему так скоро, сказал представитель Кремля. Однако если администрация Трампа станет смотреть в сторону мира, а не продолжение войны, то она определенно будет лучше, нежели администрация Байдена. В целом, характеризуя Трампа, Песков назвал его менее предсказуемым, чем Байден или та же Камала Харрис. В плане госпожи Харрис и господина Байдена все достаточно предсказуемо. Та линия, которую они будут занимать до того момента, когда они покинут Белый дом. Господин Трамп в этом плане менее предсказуем. И также, наверное, менее предсказуемо, насколько он будет придерживаться тех заявлений, которые он делал в ходе предвыборной кампании, сказал Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину. При этом представитель Кремля подчеркнул, что Россия будет наблюдать за развитием событий, продолжая заниматься своими делами. В беседе с журналистами, Песков также прокомментировал слова Харрис о том, что Путин съест Трампа на ланч. Путин не ест людей, с иронией заметил Песков. Мир через силу. Пора ли Киеву бежать за Карвалолом? Настроения в Киеве после победы Трампа на выборах дрейфовали из одной крайности в другую. За чью команду на выборах в США болело украинское руководство, было очевидно. Тем не менее, Зеленский вмиг сориентировался, сменил синий флажок на красный и одним из первых поздравил Трампа с впечатляющей победой. «Я ценю приверженность президента Трампа к подходу «Мир через силу в глобальных делах». Именно этот принцип может реально приблизить справедливый мир в Украине. Надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь», — говорилось в поздравлении Зеленского. Он также выразил надежду, что под руководством Трампа США продолжат оказывать поддержку Украине. Вслед за этим состоялся телефонный разговор Зеленского с Трампом, тот самый, к которому подключился Маск. По итогам беседы Зеленский написал в соцсети X. «У меня был отличный разговор с президентом Трампом. Я поздравил его с исторической уверенной победой. Его невероятная кампания сделала этот результат возможным. Мы договорились поддерживать тесный диалог и развивать наше сотрудничество». Позже на саммите ЕС в Будапеште Зеленский сказал, что Трамп в ходе их разговора не озвучил свое видение завершения войны в Украине. Он также отверг возможность достижения мира через территориальные уступки и призвал Запад предоставить больше оружия, усилить санкции против России и выдать Киеву замороженные российские активы. В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что после победы Трампа Киев может испытать сдержанный оптимизм. «Между Зеленским и Трампом состоялся очередной разговор. Он оценен нашим президентом как чрезвычайно положительный. Все эти вещи говорят о том, что мы можем иметь сдержанный оптимизм по развитию событий», — сказал Шмыгаль. Стоит отметить, что это было одно из самых оптимистичных заявлений со стороны украинского руководства. Далее, словно контрастный душ, прозвучали слова бывшего главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Впереди будет много супербесящих заявлений, впереди много шагов, которые будут заставлять нас тянуться за корвалолом и думать, что все кончилось, что это конец. В данном контексте речь шла о дальнейших действиях и заявлениях Трампа в отношении Украины. Но если действий Трампа следует ожидать лишь после инаугурации, то с супербесящими заявлениями Киеву приходится иметь дело уже сейчас. При этом переваривать и комментировать нужно не только заявления Трампа, но и его детей, советников, кредиторов и даже неподтвержденные сведения анонимных источников, которыми пестрят американские СМИ. Советнику главы Офиса Зеленского Сергею Лещенко уже пришлось комментировать и публикацию The Wall Street Journal о планах Трампа завершить конфликт в Украине и фейк The Washington Post о телефонном разговоре Трампа и Путина. «Мы видим утечки в прессе со ссылками на людей в окружении избранного президента. Они дают интервью, потом эти интервью опровергают. Много медиа шума. Сейчас время для людей, которые хотят попасть в новую власть, заявить о себе», — заявлял Лещенко. Как поведет себя новая власть, в Киеве пока не знают. По словам Лещенко, у Трампа есть свое видение ситуации в Украине. В связи с этим Киев надеется, что Байден передаст Украине всю обещанную помощь до инаугурации Трампа. Готовиться к сокращению финансовой помощи от США после прихода к власти Трампа призвал глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кенах. Он прогнозирует, что значительная часть вооружений будет поставляться Киеву не безвозмездно, а уже за счет чековой книжки, о чем неоднократно говорил Трамп. Тем временем в Киеве пошли робкие разговоры о мире с Россией. На этом фоне разгорелся заочный спор между руководителем Офиса Зеленского Андреем Ермаком и депутатом Верховной Рады Евгением Шевченко, сообщает ТАСС. Так Шевченко написал в своем телеграм-канале, что Зеленскому следует начинать переговоры об урегулировании с Россией, в противном случае западные партнеры сами заставят его уйти. В ответ на это Ермак выразил мнение, что некоторые депутаты запутались в понимании аспектов национальной безопасности, так как якобы приравняли национальные интересы к поражению Украины. На это Шевченко напомнил Ермаку о внимании к украинскому вопросу со стороны США. «Андрей, не стоит дальше устранять и травить народных депутатов Украины. Это не пойдет на пользу Украине. Твой пост уже читают в США», – написал Шевченко. Ранее Шевченко в телеграм-канале призвал Трампа помочь с проведением выборов главы государства в Украине, иначе авторитарный диктаторский режим угробит Украину окончательно. Об отставке Зеленского как пути для начала переговоров писал и оппозиционно настроенный депутат Верховной Рады Александр Дубинский. На фоне нервозной обстановки в Киеве начали искать виноватых. На США замахнуться офис Зеленского не рискнул, зато под раздачу попали европейские партнеры. Что не так с нынешней Европой, доходчиво объяснил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк. Суть претензии в следующем. Пока Киев почти три года героически сопротивлялся, завоевывая мир для Европы, европейцы тратили время впустую, не увеличили военные расходы, не нарастили объемы военной промышленности. В санкциях против России, по мнению Подоляка, европейцы тоже не дожали. А все потому, что на первое место в ЕС поставили не Украину, а интересы немецких экспортеров и владельцев нефтяных танкеров в Греции. Победу Трампа на выборах Подоляк называет ожидаемым шоком для ЕС, но тут же смягчает формулировки. Якобы республиканцы стремятся сократить американское военное присутствие в пользу общей ответственности демократии в мире. Вот только у ЕС этой ответственности нет, раз он переложил бремя защиты своих границ на Соединенные Штаты. Долой аутсорсинг. Европа решила повзрослеть? В Евросоюзе, похоже, до последнего надеялись, что Трамп в Белый дом больше не вернется. Но когда пришло осознание, что следующие четыре года все же придется провести в компании непредсказуемого и, вероятно, злопамятного республиканца, в ЕС не нашли ничего лучше, как устроить чемпионат по переобуванию в воздухе. «Я сердечно поздравляю Дональда Трампа», – написала в соцсетях глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Готов работать вместе, как мы уже делали это ранее на протяжении четырех лет», – напомнил Трампу о былом французский лидер Эммануэль Макрон. А вот поздравление канцлера Германии Олафа Шольца скорее прозвучало, как насмешка над беднеющими немцами, которых увольняют из банкротящихся немецких предприятий. «Германия и США уже долгое время успешно сотрудничают друг с другом, способствуя процветанию и свободе по обе стороны Атлантики. Мы будем продолжать работать на благо наших граждан», – написал Шольц в соцсети X. Но, пожалуй, самая интересная история приключилась с премьером Польши Дональдом Туском. Еще перед выборами в США польская оппозиция обвинила Туска в том, что он сделал ставку на Харрис и призвала премьера уйти в отставку, если Трамп победит. Однако, несмотря на просчет, в отставку Туск уходить не собирается. Как и его коллеги в европейских столицах, польский премьер без зазрения совести поздравил Трампа с победой. «Я с нетерпением жду нашего сотрудничества на благо американского и польского народов», – написал он в соцсети X. Но на этом история не закончилась. Польские журналисты все же припомнили Туску высказывание о том, что Трамп, возможно, завербован Москвой. Польский премьер начал отрицать, мол, никогда такого не говорил. Но оказалось, что у журналистов имеются видеозаписи с заявлениями Туска о Трампе. Тем временем британская газета The Times сообщила, что Туск планирует создать альянс, чтобы не позволить Трампу заключить сделку с Россией по разрешению украинского конфликта. Кроме Польши, в качестве участников альянса рассматриваются Великобритания и Франция, Германию, с которой у Варшавы в последнее время конфликты, видимо, оставят за бортом. В целом, разговоры о необходимости укреплять свою самостоятельность и независимость от США становятся в Европе новым модным трендом. Победа Трампа этому способствует. Другой вопрос. Последуют ли за этими разговорами конкретные решения или же цель таких дискуссий в самоуспокоении и попытках имитировать хоть какую-то деятельность? «Я не думаю, что мы здесь, в ЕС, должны комментировать избрание Дональда Трампа, чтобы понять, хорошо это или плохо. Его избрал американский народ, и он будет защищать интересы американского народа. Это хорошо и легитимно. Вопрос в том, готовы ли мы защищать интересы европейцев. На мой взгляд, это для нас приоритетная задача», — приводит ТАСС слова президента Франции, который выступил на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште. Макрон подчеркнул, что защита интересов Европы не должна строиться ни через укрепление трансатлантических связей, ни через разрушение альянсов и скатывание в национализм. Последнее, по его словам, не поможет конкурировать с Китаем или США. Французский президент призвал участников саммита проснуться, чтобы не исчезнуть в геополитическом плане и работать над повышением стратегической автономии на национальном и европейском уровнях, особенно в сфере энергетики. Об окончании эры геополитического доминирования США над Европой еще до американских выборов заявлял и Туск. Харрис или Трамп. Некоторые утверждают, что будущее Европы зависит от американских выборов, но в первую очередь оно зависит от нас, при условии, что Европа, наконец, повзрослеет и поверит в свои силы. Каким бы ни был исход выборов, эпоха геополитического аутсорсинга закончилась, отмечал польский премьер. Мир жутко меняется. К чему все идет? Очевидно, что к политическим лидерам в Европе постепенно приходит понимание, что зависимость от воли США и подчиненность американским интересам ничего хорошего европейцам не принесла. В ЕС опасались победы Трампа. Боялись, что с возвращением республиканца в Белый дом придется брать на себя ответственность в ситуации с Украиной и выдерживать экономическую конкуренцию с США. Однако европейцам пора признать, что украинский конфликт разгорелся при администрации Байдена, которая подбивала европейские элиты к прокси-войне с Россией, обещая быструю наживу. И экономика Европы начала расходиться по швам именно при Байдене. Самое время сказать спасибо 46-му президенту США за экспорт американского СПГ в Европу по баснословным ценам и закон о снижении инфляции, запустивший процесс деиндустриализации Европы. Как ни парадоксально, но победа Трампа может сыграть на руку Европе, став для нее ушатом холодной войны в самом хорошем смысле. Другой вопрос – найдутся ли в той же Германии, Франции или Польше лидеры, способные увести свои страны с трека саморазрушения? В этом плане интересными мыслями поделился белорусский лидер Александр Лукашенко. Глава государства считает, что в дальнейшем Европа может стать главным соперником для США. Лукашенко уверен, что Соединенные Штаты продолжат давить на Европу, поскольку им не нужны конкуренты. Они за счет этого живут. Если Европа и Евро поднимутся, доллару нечего будет делать. В Евросоюзе уже начали это понимать, сказал белорусский лидер. Президент не стал исключать, что в будущем ЕС объединится в хорошем смысле этого слова и начнет работать с Белоруссией и Россией. Ведь свои высочайшие технологии лидеры ЕС могли бы объединить с ресурсами, которые есть в Российской Федерации. Это когда-то произойдет, увидите, убежден Лукашенко. Вот сегодня Германия начала шататься. Выкинут этого Шольца с должности. И Германия образумится. Дешевый газ, дешевые энергоресурсы, ведущая экономика мира, чудо мировое. Сегодня где они? Опустились ниже колен. Немцы не дураки. Они заставят правительство работать так, как надо. Мир жутко меняется. Так мы, исходя из сегодняшней ситуации в мире, рассуждаем. Завтра будет совсем другая ситуация. Они, конечно, будут болеть за свои страны, за Европу. И вот тут не Китай может стать главным соперником для Америки, а европейцы, считает глава государства. Он также отметил, что поднимается глобальный юг. Очень быстрыми темпами растет экономика Индии. Может, буквально через некоторое время возникнут новые обстоятельства. Им придется на это реагировать. Поэтому мы с вами рассуждаем с точки зрения сегодняшнего дня. Завтра мы будем рассуждать, исходя из изменившейся ситуации. Она меняется на глазах, констатировал Лукашенко. Президент рассчитывает, что Трамп займется вопросами мирового порядка и попытается внести вклад в решение накопившихся проблем. Все-таки надежда какая-то есть, что что-то поменяется. И еще один нюанс, человеческий. Когда у власти люди без опыта, это одно. Когда люди не имеют детей, это катастрофа. Им безразлично, что происходит в мире. У Трампа большая семья, дети. И у Трампа наша Мелания, которая жестко его в руках держит. Поэтому то, что у него есть семья и дети, большое дело. Он задумывается не только о своем будущем, но и о будущем детей. Подытожил глава государства.